Аминь и аминь. Вы можете присесть. Я люблю эту часть Тора. Это одна из моих самых любимых. Как много из вас знают, она называется Парашат Микетс. Что Микетс означает? Конец. Конец. Кто знает, что мы живем в Микетс? Это последнее время. Я так рад или не могу даже сейчас объяснить вам эту часть Тора и как она связана с Мессией. И начнем с Бытия 41, 1 по 3 сих. Для тех, которые не могут видеть, слепые, хочешь, чтобы я упомянул дату? Декабрь 12, 2023 год. Бытия 41, 1 по 3 сих. По прошествию Микетс, двух лет. Сколько лет? Два полных года. Два полных года. Форона снилась. Форона снилась. Какое время на календарь Библии, когда год заканчивается, в Роша-шана. И когда она говорит два полных года, это от Роша-шана до Роша-шана, от Роша-шана до сестра Роша-шана. Мы знаем, что у него был сон на Роша-шана. Потому что это два полных года. Если мы приводим к исходу 23, 14, 16. Бог говорит, «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков». Это регулируем. Это разные праздники. Они должны были идти на эти праздники три раза в год. Семь дней есть пресный хлеб. Как я повелел тебе, назначенное время месяца Авида – это весной. Это вредит весенним празднику. Это паздник опресноков, ибо он нам-то вышел из Египта, и пусть не является предлицем ее с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы, который называется Шаваот, или День Пятидесятницы. Это лето первых плодов труда твоего, какие ты съел на поле. И посмотрим на последний праздник. Это праздник собрания. Первые собирают ячмень, потом собирают пшеницу, и потом, наконец-то, собирают эти плоды, или виноград. И праздник собрания плодов в конце года, это где-то в сентябре, может, в октябре. Почему? Потому что Роша Шана – это день, когда Адам был сотворен. Каждый год во время Роша Шана мы празднуем рождение человечества, и это конец года. Мы знаем, что Пасха, Ниссан – это начало для религиозного календаря. У евреев есть четыре календаря. У евреев есть четыре календаря, которые друг друга не заменяют. У нас также есть этот гражданский, этот школьный календарь. Они не избавляются от друг друга. Но я хочу, чтобы вы заметили, что праздник осенью – это было в конце года. Это обращается к государственному календарю. Считается, что не только сны фараона, но также явление Иосифа, все произошло в Роша Шана. И доказательство этого – это Бытие 41.9. Иисус говорит, что главная вина – черпить фараона. И сказал, что грехи мои вспоминаю я ныне. Но Роша Шана, как первый день голода, вы стараетесь вспомнить ваши ошибки и сделать себе цель для следующего года. Здесь мы видим, что он задумывается о своих ошибках. Иисус говорит, что это будет первый день месяца седьмого месяца на библийском календаре. Что это? Это Роша Шана. Это, о чем мы говорили. Первый день. Можете спросить, почему это седьмой месяц? Потому что это седьмой месяц религиозного календаря, но государственного календаря – это седьмой месяц. Это седьмой месяц, который является Роша Шана. Это будет у вас покой, праздник, труп, священное собрание. Кто, кто-то помнит о День Мемориал, это когда вы должны вспомнить. Роша Шана также называется, как День Памяти. И что этот виденчерпизел, он вспомнил свою ошибку. Вы помните, что это День Памяти и чего? Помните, что не вспоминает народ Шашана. Это тот день, когда Авраам должен был принести своего сына в жертву. Это что произошло первый день в Тишере. Это когда Авраам собрался принести жертву Исааку. И что было в кусте? Это баран. И у них это был рог. Это что вы трубите на Роша Шану. Здесь мы видим, что Роша Шана – это День Памяти. И венчерпе вспоминает Иосифа. Он также начинает десять дней покаяния до Йом Капур. Он вспомнил, он кается и исповедует свой грех. И Роша Шана также что делает? Это как День Коронации. Что происходит с Иосифом? У него есть этот День Коронации. И он называет помощник царю Египта. Бытие 41.40.41 «Ты будешь над домом Моим, и Твоего слова держится будет весь народ Мой. Только престолом я буду больше Тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот, я поставлю Тебя над всею землю египетскую». Так, как еще помнят Роша Шана? Это также называется Йом Хадим. Что такое Йом? День. Ха. День – это суда. Роша Шана – это день суда. Они вредят на Роша Шана. Это когда все являются перед Богом. Бог смотрит на жизнь каждого человека. И Бог решает в этом суде, кто будет жить и кто умрет в следующем году. Это 10 дней перейдем в Капур. Это может быть хороший суд или плохой суд. Но это как его помнят. Виночерпи, и также тот пекарь тоже имели свой суд. Одного убили, а другого он опять возвратился к своей прошлой позиции. Птица 41, 14. И послал фараона, и позвал Иосифа. И как они его выбили? Поспешно. Очень быстро. Посмотрим, Исайя 56, 1. Так говорит Господь. Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение Мое. Какое еврейское слово для спасения? Ешуа – это Его имя. И откровение правды Моей. Многие говорят, как искупление из Египта произошло быстро, они все в Египте, а потом на следующий день они уже из Египта, и у них есть все эти благи Египта. Это очень быстро произошло. Как первое искупление из Египта произошло быстро, им даже не могло испектирить этот хлеб. Так оно произойдет и в будущем искуплении. Так быстро, как ни в один день исчезли. То же шлама, так произойдет это искупление. Откровение 3.11. «Сея гряду, скоро или быстро, держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца Таево». Когда вы получаете этот венец на Роша Шана, это воскресенье произойдет быстро. Один момент. Это все произойдет на Роша Шану. Давайте заметим это. Один мудрец сказал, «Все Божьи спасения происходят одно обновение». Как говорится в Малайхе 3.1. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной. И как внезапно придет храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет», — говорит Господь Савлов. Я не знаю, если вы это знали, но перед апостолом Павелом, или перед мудрецом, есть это высказание у иудеев, что спасение Божье — подобное мгновение ока. Это то, что существовало очень долго. Это связано с тем, что один день Иосиф пришел из заключенного в президент. Он перешел от заключенного к президенту. Во время исхода Израиль перешел от рабства к свободе. Это называется «Хереф Айин». Это глаз. Это мгновение ока. Но это больше, чем когда ты мигаешь, мгнул глазом. Что-то означает, это чтобы не ожидать, что... И почему это важно? Это означает, что пристань смотреть, когда не такой бдительный. Вы знаете, что очень часто нам надо защищать себя, но мы не очень бдительные. Давайте я вам покажу это сперва. Все это произошло в Рошашану, когда у него был этот сон. Это день суда, это Хадим. Заметьте это. Я сейчас покажу ролик, но первое я покажу это. Я не знаю, если вы это видите. Видите этот треугольник? Если возможно, пожалуйста. Но есть два мужчина, которые здесь сидят. Вы видите? Два мужчина, которые смотрят. И что вы здесь видите? Маленького... Мальчика, который сейчас упадет и начнет тонуть. Давай я первое это скажу. Этот забор... Это четыре фута. Сколько бы хотел перепрыгнуть через этот забор? Это не происходит. Это очень тяжело сделать. Видите, здесь открытие. Если этот ребенок упал в бассейн, я бы пробег бы через открытие. Этот день возле бассейна переходит в панику. Он хочет взять этот мяч, который в бассейне. И папа смотрит и говорит, осторожно. Потом один момент. Этот ребенок, которому годик, он падает. Посмотрите, как он перепрыгивает через этот забор и прыгает в воду, чтобы спасти своего маленького мальчика. Вот опять. Папа прыгает через забор. Отец, Альберт Пансер, который живет в Флориде, он решил адреналин, пришел к нему. И у него была такая чрезвычайная сила, чтобы спасти своего сына. Я говорил с ним в Китае, где он служит. Он говорит, это произошло бы с каждым человеком, если бы они увидели, что их ребенок тонет, то бы они тоже перепрыгнули. И мой совет, это всегда смотреть за своим ребенком. Если вы только не будете смотреть, то может трагедия произойти. У меня 5 и 7. Вы видите, какой высокий этот забор. Это до моей груди. И так, чтобы кто-то мог перепрыгнуть через это, надо быть сильным. Этот отец, это мы приносим вам перед летом, чтобы вы были готовы. Есть этот... Говорили трагически, как их сын умер в дыке. Или потонул. Мы верим, что что-то благое произойдет из этого. С великой радостью отец был там, чтобы спасти своего сына в этой истории. Это прекрасно, что что-то может в одно мгновение произойти. И если вы не готовы, вы пропускаете возможность приготовиться. Вы должны быть, как этот отец, быть готовым сразу среагировать. Если мы не на календаре Божьем, мы отличены, тогда мы станем, как эта вторая пара, которая потеряла своего ребенка, чем первая. И так, нам надо понять, как внезапно произойдет это искупление. Это, что Павел говорил, потому что эта идея раньше существовала, когда он сказал, 1 Коринфянам 52, один момент, когда потрубит труба, это вид Роша Шана, это когда трубят этот рог. Это первое трубление Роша Шана, когда это произойдет. Это произойдет Роша Шану. Какой-то год будет труба потрубиться и потом воскреснуть, и мы все изменимся. Мы все дети, мы все изменимся. Итак, переходим к Данилу, 12, 1 и 2. Восстанет то время Агил, князь великий, стоящий за основ народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор. Мы думали, что у нас были великие скорби или тяжкие, но это было самое хуже. Как существуют люди до сего времени. Нас спасутся это время народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге. И что происходит в Роша Шана? Это когда открываются эти книги. Это почему-то произойдет в Роша Шана. Итак, он откроет эту книгу, и он увидит имена и скажет, придите ко мне. И многие спящие праги земли пробудятся один для жизни, вечно, другие, на вечное поругание и постановление. Этот сиху, он говорит, когда этот шофар Божий, этот терува, который означает проснуться, все показывает Крош Шану. Это день воскресения мертвых. Макет, это последнее, это в рейса о последней трубе. Вы должны понять, что Иосиф был также взят в Роша Шана. Он был в земле, и потом его вытянули. Он пришел от того заключения к президенту. Есть этот параллель. Это учит нас, что сыны Иосифа фаруона было не то, что произошло, когда Иосиф был в темнице, но также, что произойдет в последних 2000 лет. И мы в конце этих 2000 лет, Иосиф стал правителем, и это также показывает, что через 2000 лет Иосиф будет также правителем над всеми народами земли. Давайте я вам покажу эту табличку. Это говорит год после года. Вот этот год 22-20 от Адама. Исаак 179, Иосиф 28, это каждый год до конца. Это когда пекарь умирает, и потом вина черпи, опять начинает служить фаруону. Я хочу, чтобы вы поняли, это Туроша Шана. Если можете побольше это сделать, это Туроша Шана, это когда все это произошло. Яков 119, Иосиф 28, это два года, когда Иосиф был темницей, это Туроша Шана до Роша Шана, и мужа 30, его освобождают на Роша Шана. Яков 121, это когда очень много они собирают хорошие жатвы. И что означает? Это Шмидта Ер, это первый год Шмидта Сайкл, это 7 лет, я не только даю возраст, но также цикл Шмидта. Это в конце Шабата, на Туроша Шана, это когда все это произошло. Но я хочу чтобы вы поняли, что это цикл Шмидта. Вот это два года после того, как Веначерпи возвратился к фараону, но он забыл рассказать о Иосифе к фараону. Это два года забытия. Видите это? здесь в Туре мы читаем Бытие 41. Это после два полных года. Это два полных года. Все это заметили? От Роша Шана до Роша Шана. Я хочу чтобы вы подумали об этом. Это интересно. Этот год здесь. Этот год юбилея. Я не знаю, если вы это знали. 22 2023 это был год юбилея. Это всегда первый год нового Шмидта цикла. Шмидта года это как долго? Это семь лет. Сколько семь Шмидта цикла до юбилея? Это семь. Семь у 7.49 и семь на семь. И семь уже произошло лет, так уже этот год юбилея. Так 22 23. Я хочу чтобы вы заметили то, что повторяется. Этот год юбилея. 23 год, 24 год это что мы будем праздновать. Роша Шана месяц назад может чуть больше месяца это было здесь. Итак, вот 24 и 25 год. мы еще не дожили до 24 года. Это отсюда до отсюда. От Роша Шана до Роша Шана. И заметьте это, что это очень интересно. Мы переходим год 2024 это Роша Шана здесь, это Роша Шана, который посреди в следующем году. Это будет посредине 2024 года. Сентябрь сентябрь Роша Шана это здесь. Может быть в конце второго года Шмита цикла, когда Иосиф был поднят позиция. Может быть что в этот Роша Шана следующего года что мы тоже зайдем на небо. Это был второй год Шмита цикла. Перейдем к нашим конспектам. Бытие 41 38 39 И сказал фараону слугам своим, найдем ли мы такого как он, человек которым был бы Дух Божий. Сказал фараону Иосифу так как Бог открыл тебе все все то нет столь разумного и мудрого как ты. И снял фараон перстень свой, надел на руку Иосифа, одел одежду, возложил золотую цепь, велел вести его на второй колесниц и все просто шалили и все кланялись ему и он писал его над всей землей землей египетской. Я думаю, это интересно, чтобы все поклонялись Иосифа. Иосиф это один из имиджов Христа. Филиппицы 2.10 «Дабы именем Иисуса преклонили всякого колен небесных земных преисподних». Рим. 14.11 Это не говорит о Новом Завете. Оно обращается в Танах, ибо написано «Живу я, говорит Господь, передо мной преклонится всякое колено и всякий язык будет исповедовать Бога». Это нам говорит, что Ешио это Господь, что Он Бог. Но откуда этот стих взят? Исайя 45.23 «Мною клянусь, из уст моих исходит правда предо мной преклонится всякое колено». Не я ли тот обещал не другого Бога, как кто, как я? Реальный Бог и Спаситель нет другого Бога. Пусть ваше сердце повнесся к нам, чтобы у вас было это спасение. Вся земля, ибо я Бог нету и сколько других. Своей я клялся вам, и слова правды произошло из уст моих. Кто знает, что когда Бог говорит, оно произойдет. Смотрим, что он говорит. Каждый предо мной преклонится всякое колено, но будет кляться всех язык. Это к чему Павел обращается, когда он упоминается так в Римлянам. Приходим в Птие 41-45. И нарек ворон Иосифу ему сафнаф панеев. Помнишь, в каждом сужении паса есть то, что спрятано. И называется сафун, это спрятать. И так она говорит, сафнаф панеев, оно означает, что спрятать, хранить, шифровать, или то, может объяснить то, что закрыто. Сокрыто. Есть то, что закрыто, есть тот, кто должен объяснить их. Итак, расшифровавший тайм. Это церемония пасы называется сафун. Приходим к Бтие 41-49-50. И скопил Иосиф леба весьма много, как песку морского. Когда вы идете к океану, вы видите этот песок, а там много песка. И здесь слово для хлеба это бар. Так что перестал и считать, ибо не стало счета до наступления годов. Иосифа родился два года, и это до наступления годов голода, которых родила ему Асенефа, дочь Патифера, жрица и польского. Асенефа, дочь Патифера, она не была еврейкой, он женился на египтянке, поэтому ни из его детей не был евреем. Манаса не был евреем, Манаса и Ефрем, обои не были евреем. Даже мы не были обрезаны. Но они означают эти язычники, которые стали часть, стали вместе с евреем. Бытие 41-51-53. Нарек Иосиф имя первенцу Манасия. Что Манасия означает? Забыть. Как вот, чтобы его созвали забыть. У него было столько боли, он здесь говорит, Бог дал мне забыть все несчастье мое и весь дом отца моего. Его братья его так обидели. У него такая скорь была, что он назывался его первого ребенка забыть. Если хотел забыть свою семью, я бы не сказал забыть, потому что я всегда бы помнил свою семью. Другому нарек имя Ефрем, потому что Бог сделал меня плодовитым. и что Ефрем означает плодовитым. В земле страдали моего. Мы знаем, что он страдает в Египте, но Бог его сделал плодовитым. И прошли семь лет изобилия, которые были в земле египетской. Макет, или закончились. Итак, это семь лет голода. Батис 241.5. 1.5. Я версия MBV. Это Марк Билдс версия. Марк Билдс версия. И узнал Яков, что в Египте есть хлеб. И Яков сказал, что вы смотрите на друг друга. Вы ничего здесь не делаете. Вот у меня новость, что есть хлеб в Египте. Не интересно ли это? Если эти мужчины, им уже за 40, они просто застряли. Почему? Они продали Иосифа. Они чувствуют себя виновными. Они не могут дальше двигаться. Как сейчас мы знаем, что когда что-то произошло в нашем детстве, мы не можем дальше идти. Это что произошло. Они потеряны. Итак, Яков придется и подтолкнусь. пойдите туда и купите хлеба, чтобы нам жить и не мреть. Десять братьев Иосифа пошли купить хлеба в Египте, а Вениамин брата Иосифа не послал Якова с братьями его. Мы думаем о Вениамине. Он маленький ребенок, у него не пошлет. Сколько Вениамину в этот момент, когда он отоворит? Ему уже тридцать, у него уже десять своих детей. Итак, для некоторых родителей их дети никогда не растут. не случилась бы с ним беда и пришли страны израиль покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле гонадской был голод. Итак, Яков говорит, почему вы смотрите на друг друга? Ожидайте, как вы ожидаете на эти решения, если вы просто смотрите на друга. Они просто смотрели внутрь. Он говорит, проснитесь, делайте что-то. что интересно, я не знаю, если вы знаете, сколько лет произошло, прошло от года, когда Иосиф был продан. И оно не говорит ничего об его братьях, хотя уже 20 лет прошло. И мы ничего не читаем о том, что его братья делали. Они просто застряли. Когда они были в Ганане, они в обитовной земле, но они живут в духовном издании. Иосиф живет физически кам издании, обоих издания, один духовный, другие физически. Птие 42, 14, 18. И сказал им Иосиф, это самое я говорил вам, как вы сократители, вот как вы будете испытаны для нужной жизни у храона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда, меньше брат ваш. Пишите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. Десять братьев. Он говорит, что девять из вас здесь останутся, один возвратится, чтобы было правда ли у вас. Если нет, то клянусь жизнью фраона, что вы согладатые. Я дал их под стражу на сколько дней? Три. И сказал ему в третий день, вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь с Богом. Я опущу девять вас, я просто одного оставлю. 42, 19, 24. Если вы люди честные, то один брат из вас будет содержаться в доме, где вы заключены, а вы будете отвезти их леб ради голода семей с ваших. Брата вашего меньшего приведите ко мне, что оправдали слова ваши, чтобы не убредить вам. Так они сделали. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолил нас, но не послушали. Придет это время. Бог умоляет нас, но мы не слышим. И поэтому, когда мы будем вызывать к нему это время, он нас не услышит. Это ответ к нам. И тоже от них заплакал и восхитился к ним, и взял из них Симеона, связав его перед глазами их. Может они между собой решали кто останется. Но Иосиф взял Симеона, потому что Симеон означает слышать, потому что они не хотели слушать. Кременам 11.8 Как написано, Бог дал им Духам усыпление глаза, которые не видят, и уши, которые не услышат даже до сегодня. Последний стих, почти. Бытие 42.27.28 открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму Асусу своему на ношлеге. И увидел сребро свое отверстие мешка его, и сказал своим братьям, сребро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутило сердце их, и нестрепетом друг друга говорили, что это Бог сделал с нами. Это означает трепет это что не издравивает от ужаса. Бытие строки 237.38 Слышит ли это как верный мужчина, Рубин самый старший, убить двух моих сыновей, если я не приду его к тебе? Он говорит, ты думаешь, я хочу убить своих внуков, если ты готов убить своих сыновей? Ты думаешь, я доверю тебе моего сына? Он говорит, нет, спасибо, мой сын не идет с тобой. И через время, в Те 43.89 Иуда потом пришел и сказал Израилю отцу своему, отпусти отрока со мной, и мы встанем и пойдем, и вживо будем и не умрем, и мы, и ты, дети наши. И потом Иуда говорит, я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе, не поставлю его перед лицем твоим, то стану себя виновным при тобой во все дни жизни твоей. Я думаю, это прекрасно, что Иешуа от колена Иуда, это тот, кто сказал, я буду этим обещанием, я пойду. это он, который взял эту нашу вину навсегда. Бытие срок 4.12. Он обыскал, начал со старшего и окончил младших, и нашлась чаша мешки венеминого, и разодрали они одежды свои. Что интересно, это Иуда тот, это тот, кто порвал одежду Иосифа, когда они бросили его рва, чтобы показалось, что Иосифа съели эти животные. И говорит, когда разорвали свою верхнюю одежду, означает, что они оплакивают. Не взяли эту одежду, потом принесли к Иакову, и что он сделал? Он тоже порвал свою одежду. Это знак, то, что сердце оскорблено, означает Корея. Это скорбь и плач. когда Мессия умер, это разорвалось это полдня в храме, и это показывает, что отец плакал о смерти своего сына. Так, давайте встанем, закончим молитвы, и можете пойти, у нас будет перемена, или перерыв 15 минут, потом прославление 15 минут, потом перейдем к второй части. наш отец, наш царь, мы благодарим за все, что повторяется. Мы хотим учиться Тебя, мы хотим сердце, которое не каменное, не заполнено этими терниями, но то, что готово принять Твоего слова. мы благодарим Тебя за все, что ты делаешь в нашей жизни. И сейчас я благодарю за те, которые здесь присутствуют, и все, кто вокруг Соединенных Штатов и вокруг мира, кто помогает поддерживать свое служение, это твое служение, использовать нас, чтобы принести Тор к всему народу, к все нации. Мы знаем, что конец приближается, и мы хотим строить эти отношения с рабой, чтобы твои служить к Тебе, во имя Ишио. Аминь. Мессия, благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной, ты благословил нас Твоей Торой и Правдой, ты благословил нас всем советом Твоего Живого Слова, через силу Твоего Духа Святого, через оконченного дела Мессии Ишио. Ты один посадил между нам вечную жизнь. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Мы так рады, что вы присоединились к нам. И я начну ряд тем, но мы будем глубже углубляться в Евангелии с перспективой евреев. Кто из нас знает, что Библия говорит, что нам надо изучать Библию. Так важно. Что мы хотим делать? Это углубляться. Мы хотим как глубоко, как мы можем. Мы просто хотим снаружи посмотреть. Мы хотим углубиться в Слово Божие. Начнем Иоанна 1, 1, 5. Начало было что? Слово. Когда мы думаем о Слово, мы говорим о том, что сказано или написано. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Когда мы думаем, что Слово было Бог, мы вспоминаем, когда Бог сказал Слово. И когда мы думаем, что вначале было Слово, это что вначале было Тора. Некоторые верят, что Тора первая произошла перед теми событиями. Это например, когда вы написали сценку, и потом люди показывают это. И люди говорят, что первая Тора была осуществлена, и потом люди начали действовать на том, что было уже написано. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть. Все начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Кого-то жизнь снятый свет? И к чему нас Бог призывает? Он хочет, наша жизнь была светом. И оно также говорит, что это оно? Интересно ли это? Теперь слово Своего человека, в Нем была жизнь. Жизнь была свет человека, и свет в тьме светит, а тьма не обьяла его. Это напоминает мне бытие 1, 1, 2. Была все темнота и пустота. И потом Бог привел свой свет. Это не только физическая темнота, но также моральная темнота. Бытие 1. Бытие сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водой. И Исайя 1, 1, 1, 2. Дух Господь подчерет на них, Дух премудрости и разума. Кто он обращается днем? Есть Дух, есть Господь, подчерет на нем Дух премудрости, разума, совета, крепости, видения и благочестия. О чем вы думаете, Павел говорил, когда он писал Колоссянам, «сем духов Божьих». «Посему ему с того дня, как о всем услышали, мы присоем молиться вас, чтобы вы исполнили спас знание воли Его, всей премудрости, разумения духовном, чтобы поступали достойно Богу во всем угожаемому, понося плод во всяком деле блога, возрастая познание Бога, укрепляя всякую силу и помогучи с усав Его, во всяком терпении и великодуши с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавшего нас от власти тьмы, во что вы думаете означает? Как это тьма? Как есть сила во тьме? Если вы хотите силу, вам надо включить свет и темнота уходит. Вы знаете, что моральная темнота также имеет силу над людьми, но надо ее победить. И ввече в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его, упражнение грехов. Потом мы начинаем, который есть образ Бога невидимого. Есть невидимый Отец, которого никто не видел. Есть Ишуа, и Он создает его образом, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое. Престол или господство или начальство или власти. Все им для него создано. И Он есть, прежде всего, все им стоит. Здесь мы видим, что Ишуа существовал перед созданием. На еврите «Решит», которое означает «вначале». Решит, если вы избавляетесь и просто оставляете «Решит», «Решит» – это первое, как первый плод, но также еврейское имя для Мессии, потому что Мессия есть первородный. Когда мы видим «Решит» «Мессия», буква «Бейт» может означать «Ля». В начале также может его перейти как «Через Мессию». «Ля Мессия». «Через Мессию». Это что здесь, о чем мы читаем здесь, колоссянам. «Ним», «Через него», «Ля него». Все, что случилось, «Ля него». Иоанна 1, 10, 11. «Мир был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои своего не приняли». Это заставляет мне вспомнить о песне, которую вы только пели. Так в великом сверении он пришел. Это он создал мир. Вот «Бейт» посередине он не Слово Божие. Он создал землю. Он произвел его с воды. Он держит его в руках. И потом он решил прийти посвятить свое творение. Его творение даже не узнало. Это заставляет меня задуматься о следующем стиху. Исаа 1, 2, 3. «Слушайте небеса, и земля». «Создал ли Бог небо и землю?» «Да». Итак, он говорит своему творению. Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Бог знает владеятеля своего и осел я с их господина моего». А Израиль не знает. Народ мой не разумеет. Здесь смирение он приводит на землю к своему творению. И его творение даже не узнает. Сколько из вас когда-то имели собаку? Собака узнает вас когда вы приходите домой? Конечно. Здесь Бог приходит на землю и никто даже его не узнает. Потому что у них не было отношения с ним. Я увидел что-то такое называется Court TV это Суд TV это Судья Джуди это такое шоу было или сериал. И две женщины они сказали что у них тоже самая собака. Говорят что эта собака принадлежит к ним. Они сказали это моя нет моя собака. И потом кто-то принес собаку и собака побежала к хозяйке или владельцу. И судья сказал все здесь все решено. Но когда Бог приходит к нам иногда мы его не узнаем. Напоминает мне Иосифа он один вид Бога. Его братья не поняли. И почему они его не поняли? Он посмотрел египтян. Он был одет как египтян. И потом церковь думает почему евреи не узнают Мессию? Потому что мы слушаем египетскому Иисусу. Как евреи могут узнать Иисусу, который поменял язык, который не хочет ничего иметь историю, у которой есть эти буханки хлеба во время пресного хлеба. Вы не показываете настоящего еврейского Иисуса. Это почему? Псалтей 33,6 Вначале было Слово мы читаем в Иоанне. Словом Господа сотворены небеса и духом усего сего их. Посмотрите на солнце. Бог производит также звезды. Притчи 3,19,20 Господь премудростью основал землю. небеса утвердил разумом его мудростью разверзли бездны и облака кропят росою. Здесь мы видим 3,7 духов Божьих. 4 из 7 духов. Это очень удивительно. Притчи 8,20,20,20,20 Господь имел меня, кто я, или меня началом пути своего, прежде созданий своих, от века я помазана и от начала прежде бытие земли. Бытие земли. Меня это мудрость, это Дух Божий, Мессия. Иоанн 1,14. Настолько прекрасно, потому что из слова стало плотью. Вы знаете, из чего Тора сделано? Оно сделано из плоти. Это как кожа овцы. Слово Божье стало плотью. «Ябетал» с нами. Это означает «Скиния». Это праздник Скинии. Потому что тогда Ишуа родился. праздник Скинии. Полная благодати и истины. И мы видели Савву и его Савву как единородного от Отца. Он полен чем? Благодатью и истины. Почему? Исхода 33,18 «Покажи мне Савву твою». Это Моисей говорит. «Покажи мне Савву». Потом Исход 34,6 «И прошел Господь пред лицем его и возросил». Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, милостивый и истинный. Итак, Иоанна 1,17 «Оно взяло это от Исхода 34,6». И есть тих, которые так часто неправильно переводятся на английском, потому что английский не самый лучший язык. Иоанна 1,17 «Ибо закон дан через Моисея, но благодать и истинно произошли в честь Иисуса Христа». Но это слово «но», это слово «но» «лиже» не было на греческом. Они решили добавить это. И поэтому говорит, что Моисей принес закон, а Иисус приходит благодать и истину. Но благодать и истинно были упомянены в законе. Это говорит, что Тора дала Моисея, и Тора упомянует благодать и истину и доброту. Благодать и истинно произошли в честь Ишиу. Вы кого-то любите. Писали бы им им электронную почту, или вы просто их посетили бы. Такая разница. Один пришел в честь Тора, который вы можете читать, а другая пришла, чтобы прийти и обнять вас. Не то, что от одного вы избавились, это просто мне сетло письмо, и также меня объяли в то же самое время. Исус 40, 34. И покрыло облако скинью собранию, и слава Господня наполнила скинью. Кто бы хотел увидеть славу Божию? Слава Божия явилась три раза в Библии. Кто может сказать, когда эти три раза когда-то произошло, когда слава Божия явилась? Может кто-то сказать мне все три? Если вы думаете, вы знаете все три, поднимите свою руку. Думайте. кто-то думает, они знают эти три раза, когда напоминаются. А я вам расскажу. Три праздника. Паса в исходе, Депетий Сятницы в Диане и в храме Соломона во время праздника скиньи. Во время этих три праздника. Я надеюсь, что когда-то слава опять явится, и мы увидим. перейдем Истор 25, 8 И строят они мне святилища и буду обитать посреди их. Вы знаете, что это неправильный перевод, но должно быть, пусть они делают мне скинье, чтобы я мог обитать внутри их. Он хочет жить в нас. Иоанна 1, 18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий внедрит отчим, Он явил. Явил это, чтобы опасались, чтобы все видели. Он был образ Божий. И это почему, когда ученик сказал, покажи нам отца, Он говорит, вы смотрите на него, я есть образ отца. Итак, Откровение 1, 12-16, опять Иоанн пишет, есть голос, который говорит ко мне, и он, обратившись, увидел, чей голос, и обратившись, увидел 7 золотых светильников. вот эти 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного сыну человеческому, обреченного в падир и поперсям опиесным золотым и золотым поясом. Лова его и волосы были белые, как белая волна, как снег, и он его, как пламень огненный, и ноги его подобны халку лавину раскаленной печи, и голос его, как шум, вот ноги. Он держал лестницы своей 7 звезд, и из всего выходил острый из обоих сторон меч, и лица его, как солнце, сиящего в силе своей. Здесь мы читаем, что прямо посредине это было пламя. Вы знаете, что здесь на еврейском написано? Посредине это а-леф-тав. Кто знает, что сонное означает? Да. Берешит, барах, э-лахим, в начале создал Бог небо и землю. Сколько там слов? 7 слов. Сколько святинников? 7. А что посредине подобности на человеческом? Это а-леф-тав, это Ешуа. Так, Иоанн, когда написал в начале было слово, здесь мы имеем начале, когда я говорю дикшонер от а-де-зе, я говорю каждому слове, здесь слово с а-леф-тав, это значит а-де-зе алфавит, и вы можете прочитать в начале боссетов еврейский алфавит, от а-де-зе, это а-леф-тав, слово, и Ешуа есть слово, и он является а-леф-тав. Я думаю, что интересно то, что здесь Иоанн говорит об этом голосе, который он слышит, который был подобным многим водам. Кто тогда был в возле океана, видел этот шум, вот, причем из Езекииля 43,2 это говорится о славе, и вот слава Бога Израилева шла от востока и глазивала шум вод многих. И земля светилась славой Его. Мы видим славу, связанную с шумом этих вод, когда он говорит. Откровение 14,2 И услышал я голос неба, как шум об множество вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как гулистов и гулящих на густях своих. Вы можете представить группу представления этот голос звучит, как все эти инструменты вместе играют. Я не могу дождаться, чтобы услышать, как еще будет петь. Я даже не могу правильно ноты все спеть, но я думаю, это прекрасно. Мне пришлось это пару раз прочитать, и голос его, как эти гусли, став, которые играют на гуслиях. Глос, который звучит как оркестр, как оркестр. Откровение день 17-19. И видел я и пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть. А лефта? Первый и последний. Сколько первых и последних может там быть? Только один первый и один последний. И это стих, который доказывает, что есть Бог и Мессия. Первый и последний живый и был мертв. И все живы в веки веков. Аминь. Имеем ключи ада и смерти. Так, напиши, что вы видели, что есть и что будет после всего. Им надо было написать о прошлом о том, что сейчас происходит и о будущем. Приходим Иоанна 1, 19, 22. И вот свидетельство Иоанна. Иоанн, креститель, когда людей присоединились Иоанн, креститель, когда они сказали, кто ты, они спрашивают, кто ты думаешь, кем ты себя представляешь? Он объявил и не трекся и объявил, я не Христос. И спросили его, что же, ты Илья? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Когда они говорят, пророк, о кого они говорят? И кто-то взад сказал, давайте прочитаем. Сказали ему, кто же ты, чтобы дать нам ответ пославших нас? Что ты скажешь о себе сам? Почему сказали Илья и пророк? Прочиная Малахия 4, 5. Вот поздравляем вам Илью пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного. И так они думали, Илья ли он с этого стиха? Но не был Илья он не пришел в этот день великий и страшный. Он говорит, он пришел, когда первый раз Христос пришел. Почитаем Таразукония 18, 18, 19. «И возземну им пророка без имени и среды братьев их и такого, как ты. Вложу слова моего за его, и он будет давать им все, что я повелюсь ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет давать моим именем, с того я взвышу». Так не спрашивайте ли он Илья или он пророк и он сказал «Нет, я не являюсь ими». Есть еще один очень важный сильный стих, который показывает Божество Мессии. Иоанн 1,29,30 «На другой день видит Иоанн, ведущий к нему, сказал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Кто родился первый? Иоанн или Иисус? Конечно, Иоанн Креситель. Те есть, о котором я сказал, «Со мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Конечно, здесь он говорит, «Я родился перед ним, и он после меня родился, но он существовал передо мной». Матфея 11, 2-6. «Иоанн же, услышав темница о делах Христовых, послал двоих Иоанн Креситель, он темница, он слышит о Христе, то, что он делает, они как двоюродные братья, послал своих учеников своим сказать ему, «Ты ли тот, которого должно прийти или ожидать нам другого?» Вам когда-то это писание когда-то вас интересовало? Как Иоанн Креситель мог такое сказать о том, что Христос это Он, и потом сказали, «Ты Он или есть еще один?» Почему он это спросил? Многие дают, потому что у него не было достаточно веры. Это неправильно. У него не было недостатка веры. Евреи всегда верили в два мессии. Первый мессия это тот, кто страдает, а второй это царь. Иоанн Креситель говорит, «Какой мессия ты? Ты тот царь или ты тот раб, который страдает?» Иоанн Креситель прийти. Он знал, что он мессия, он не знал, каким мессиям он был. Он не понял, что еще был обоим. Он просто два раза к нам придет. Евреи верят в две мессии, а мы верим в одного мессия, который приходит два раза. Скоро Иоанн умрет. Он спрашивает, «Это ты меня спасешь от этого перед тем, как меня убьют». У него нет этого сомнения, что он мессиям. Он спрашивает, какой мессиям. Он думает, что два мессии. Они не могут представить, как мессиям может прийти. Читая Исаия 53, они слышат о рабе, который страдает. Но также они читают в Даниле об этом сильном, кто приходит на облаках. И поэтому они верили, что два мессии. Так они могли понять, что после Христа будет два пригода. И это, почему он это сказал. Не потому, что у него не было достаточно веры. И сказал им Иисус ответ, «Подойдите, скажите, Яну, что слышите и видите? Слепые прозревают, и громые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат». Мертвые воскресают, и ниши благоветствуют. Кто-то дал мне, забыл мне дать последнюю страницу. Мы здесь находимся. мертвые воскресают, и ниши благоветствуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Так я верю, что он говорит о очищении прокаженных. Никогда никто не очищался из прокаженных. И теперь прокаженный очищается. Один из имен Мессии был Мессия для прокаженных, что он будет очищать и исцелять прокаженных. И поэтому он не смеси. Иоанна 1, 33, 34. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде и сказал мне, на кого увидишь Духа, садящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я увидел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Иоанн креститель знал, и апостол Иоанн знали, что он Сын Божий. Но Причит 34, 30 стих 4. Это вопрос как квиз или экзамен. Кто вас садил на небо, не садил? Кто собрал ветер при горшни свои? Кто заезал воду в одежду? Кто опасает все пределы земли? Какое имя его? И какое имя сына его? Мы видим, что есть Отец и потом сын Божий. Псал 3, 2, 12. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возродится вскоре. Блажен все, уповавшие на него. Есть Сын Божий. Данила 7, 13, 14. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын к кому? Человеческий. Дошел до этого днями и подведен был к нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Здесь мы видим, что есть тот, кто идет на облаках небесных, но это Сын Человеческий. Прочитаем Псалтыр 89, 18. Юви Гадвей. Он Господь Святой Израиля Царь Наш. Господь Исаарь, Он также Святой Израиля. Это прекрасно. Иоанна 1, 49, 9, 51. Мы видим обои титла в этом психу. Нафананил отвечал ему, Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев. Он только закончил, только мы прочитали, что Господь есть Царь Израиля. И здесь мы читаем, что ты Сын Божий, ты Царь Израиля. Посмотрим, как Иисус ему ответил. Ты веришь, потому что Я тебе сказал, Я видел тебя под смокомницей, увидишь больше всего, и я вреди ему. Истинно, истинно говорю вам, одни не будете видеть небо отверстыми, и ангела Божия, восходящий и нисходящий к Сыну Человеческому. Здесь Он Сын Божий. Он Сын Человеческий, И Он Бог и Человек. И это что-то прекрасно. Можете ли вы представить, сколько из вас это очень странный вопрос. Вы создали собаку. Если вы создали собаку, создали бы собаку, чтобы спасти собаку. Но Христос так себя смирил себя. Он стал как Свои дети. И в этой песне Он смирил себя. Если кто-то будет полным гордостью, это должен быть Бог. Напоминает мне другой стих. Это Михея 6, 6, 8. Он показал тебе, человек, что благо, что Бог требует от тебя, чтобы делать что? Делать правду, чтобы любить милость, «Любить делать милосердие и смиренно мудренно ходить перед Богом моим». Он любит показывать милосердие и смиренно мудренно. Не смирение идти впереди Бога, а смотреть за Бога. Есть Бог, который так смирил, чтобы стать как мы, и потом гордый человек говорит, приходит к нему и говорит, что он как-то лучше Бога. Как странно это. И самое великое для меня, что я думаю, приводит людей к Богу, это Божья милость, Его смирение, Его любовь. Если это не притягивает тебя к Богу, я думаю, люди убегают от Бога, потому что они Его не поняли, они Его не знают. Но это потому, что церковь неправильно показывает Бога и Него сравняют с Тор, который молнию бросает на людей. Если вы думаете, вы спасете людей, когда вы проповедуете об Аде, это никогда не случится. Покажите, что Бог любящий и милостивый, и они прибегут к Богу. Так, давайте встанем. Нам надо показать больше милости. Больше милости. Одна причина, что есть ярость, это потому, что есть гордость. Мы думаем, как это лучше других, и поэтому мы кричим и сердимся на них. Эмоциональная потеря иногда хуже, чем физическая потеря. Так, нам надо быть очень осторожными с нашими словами, нам надо показать милость. Он сказал, они будут знать, что вы мои ученики из-за вашей ярости. Нет, это из-за вашей любви. Наш отец нас сарь. Мы так благодарим Тебя, что ты любишь нас. Ты великий суд, но мы также знаем, что ты наш отец. не делаешь причины для греха. И нам надо дать ответ. Но я прошу, чтобы люди узнали тебя, чтобы они поняли, кто ты, и не бегали от тебя, потому что ты уже все знаешь о нас. и мы благодарим Тебя, что ты хочешь поставить свое имя на нас. Помоги нам нести твое имя в честь. Это напоминает мне то, что ты сказал Моисею сказать Ирану, говорить людям. Потому что ты не только благословишь, но также поставишь свое имя, Аллафтан на них. И это то, что ты сказал им сказать. Да благослови Тебя, Господь, сохранит Тебя. Да презирит на Тебя, Господь, светом лицем Своим и помилует Тебя. Да обрати на Тебя и даст тебе мир. Это самое прекрасное имя. Аминь. Идите в мире. Благословите друг друга, когда вы будете уходить.